Первый раунд я рассчитываю локтями бить, второй коленями и третий просто его забороть. Да, но мы же по кулачке. Ну какая разница, главное победа. Я с тобой сяду, все нормально, я с тобой сяду. О, неплохо. Да не, он не выспался просто. Отлично, договорились. Друзья, всем привет. Мы увидели несколько стартдаунов, давайте их обсудим. Николай, вот выходит Гаджи с Олегом, то есть стоишь перед ними, они уже сделали стартдаун в программе, там, хук вам, потом они делали стартдаун, который мы делали здесь, на пятом этаже. Хук нам? Хук нам, да, на пятом этаже. Да не, ты правильно сказал, хук вам. Все хорошо. А потом хук нам я сказал. Яролаш. Короче говоря, расскажи, пожалуйста, что ты увидел, что ты увидел в глазах этих двоих ребят? Вообще, есть ощущение, что этот бой реально состоится и этот бой будет интересным, а не так, как мы это привыкли, что медий напарни раскачают и потом выйдут два такие? На самом деле, я увидел готовность в обоих спортсменах принять бой, мне кажется, были бы все здоровы, они бы хоть на следующий день бы побились, чувствуется уверенность в обоих спортсменах, каждый хочет победить и это реально громкое событие. Это бизнес, братка, понял, так мы зарабатываем деньги себе. Олег, а ты уверен в своей победе над Гаджи? Когда ты выходишь и смотришь ему в глаза. Ты задавал мне такой вопрос. Так. Почему два раза, блядь? Мне хочется еще раз услышать этот ответ. Мы должны понять, кто сильнее в кулачных боях. Гаджи или я. И бой покажет. Но надо всегда быть, Олег, уверен в себе. Я всегда уверен в себе. Я уже увереннее в тебе, чем ты в себе. Хорошо. Я всегда в себе уверен. Олег, ну можем, там же это, такая тема у них есть, они могут вырезать, где говорили, что ты там отказался. От кого отказался? Нет, ну ты же, может чуть дальше настроение было, мы можем сразу сказать, что ты мотивация, подляет. Олег, ты готов выйти с Хадисом Абрагимовым 24 февраля по кикбоксингу? Конечно. Хадис. Заряжен. Николай, а мы еще пару дней назад не были готовы к этому созданию боя. Я вас не знаю. А они ногами умеют бить? Нет, того умеют. Да, серьезно. Ты ногами как бьешь? Увидишь. Нет, почему? Вот смотри, у нас здесь есть груши. Нет, подожди. Ну, давай в целом определим сейчас. Готов ли ты по кикбоксингу, есть груши, мешки точнее. Можно ударить, и Олег ударит. Если в целом Николай оценит на норму, можно пообщаться. Ногу, корпус, голова. Пойдет, пойдет. Пусть, брат. О, неплохо. Потом видал. Да вообще неплохо. Давай, давай, дай разок, хорошо. Вот. Так, парни, сейчас мастер-класс от Гаджи. Давай, давай. Видели, а? Слушай, тяжело фавориты сейчас выбрать. Тяжело это дыхание у Хадиса после трех ударов. А выбрать фавориты легко. Кто победит в бою по кикбоксингу? А? В бою по кикбоксингу кто победит? Вот сейчас посмотрел на удар Олега. Ты меня спрашиваешь, кто ты живой? Конечно. Конечно, я выиграю. Ну, что? Ты готов к этому бою? Николай, а есть возможность организовать этот бой? По мич против Хадиса на Тюмиде? Слушай, придется мне прямо включаться на следующую неделю и попытаться организовать этот бой. И пытаться уговорить менеджеров о мячах. Нет, ты серьезно сейчас? Или это так? Нет, на самом деле есть возможность. Олег? Был вопрос пять минут назад. Нет, я... А я говорил менеджеру, поехали со мной хоть не одним буду. Да, да. А он говорит, я спать хочу. Я говорю, я спать хочу. А там вы говорите, все, толпой не ходит. Я с тобой сяду, все нормально, я с тобой сяду. Он мне тоже не нравится, я тебе серьезно говорю. Нет, я выйду, не в этом дело. Потом говорят, черные толпы нападают. Я лично поддерживаю, чтобы бой организовать, потому что если вам бой организуют, мы заработаем денег. У нас типа семейный бизнес. У нас все общая копилка, кроме менеджера. Николай, сколько раундов, какой вес, когда двадцать шёрт. Это давайте, да, вот этот, там, стул гоняю. Нет, давайте решим, реально, а почему нет, мы здесь договорились. Нет, я к тому, что не надо, вот сейчас ему там, я знаю, что... И победитель этой пары, по сути, выходит на победителя пары Штырков-Вагабов. Ну, там, понятно... Обсуждаемо все, да. Такое мини-гран-при. Слушай, да, неплохо так-то. Гран-при тяжеловесов, РСС, Покинбокс. Я как до этого говорил вам, если ты в гран-при заходишь, надо понимать быть, кто с той стороны, я не хочу так аудиторию подводить или что-то вам обещать, всё, выйдет Вагаб, выйдет я и... Нет, давай мы сделаем так, типа, мы это не будем называть гран-при, мы назовем это просто четвёрка сильнейших, но если победишь ты и победит Вагаб, мы не будем эту ситуацию разворачивать, раз она тянет. Ну, это очевидно, вы там с одного стола ели, в одном зале тренировались, это понятно, мы не будем разворачивать. Но в случае, если победит Иван Штруков и победишь ты, или Олег победит, то победитель вашей пары встречается, например, с Иваном Штруковым по кикбоксингу. Как тебе пара со Штруковым? Какая разница? А что за... Ну, типа, у меня нет разницы. Олег, как тебе бой со Штруковым по кикбоксингу? Я всегда... Зачем не заглядывай вперёд, надо тут пройти, потом уже разговаривай. Не, ну и смысл... А какой вес? Сто? Без разницы. Как без разницы? Жаль, я не зря работаю всё это время. Надо было брать менеджера. Пацан Максим стыд! Парни, 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 ну тоже он один. Олег один пришёл, он добрейшей души человек. Чего вы тоже раскачиваете его? Ты согласен на кинтусах? Не, мне разницы нету. Кикбокс? Ты что думаешь? Берёд. Кикбокс, я просто тебя уже с баксами обсудил. Слушай, серьезно? Да. А, ну если... Насчёт вот моих боёв, насчёт хадиса боев, мы с вами разговариваем, он просто рядом, он наш брат, он рядом. Мой брат, он не выглядит так даже, как охрана, даже близко. Это наш менеджер, он не лезет в наши переговоры. Мы его защищаем, а не у нас. Он не опасный. Всё через нас. Этят, мы самостоятельные, нам не нужны, мы самозанятые. Я думаю, больших кикбокс, кикбокс, помнил из-за этого я так. А Штеркор, думай, габам в кинтусах дерутся? Нет, не больших. О, пацаны. Нет, тогда тоже больших, мне кажется. Это было хотя бы логично. Ну да, если как гран-при, так же, да, те же правила в ходе. 112, а ты сколько будешь? Я больше сотки не буду. Ну разница 12 килограмм побег. Там 93 какая разница? Ты сейчас идёшь сотки, согласен? 91 плюс даже. Он сейчас 2 весит по этому смыслу. Ты согласен? Сколько весит? Что 2? Ну если по деньгам это всё обсуждать. Если по деньгам это всё срастёт, ты согласен? Да, конечно. Давайте стердаун проведём. Макс где-то рядом. В люльке. Видишь, как приятно. Ты вот так как твалы убил. 10% нам на кассу сюда. Здесь, здесь. Корректировать надо, что-то там. Нормально, чтобы ты сильно не сдирал ногу специально. Всё. Хадис, что в глазах его видишь? Сон. Что скажет менеджер? Да нет, он не выспался просто. Нормально. Всё, парни, отлично. Договорились. Этот вопрос мы решим. Да будет бой. Этот вопрос мы решим. Едем дальше. Бой по правилам. Я вчера, честно говоря, вот смотрел на Гаджи и на Олега, когда вы снова выходили на фейс-то-фейс. И у меня на самом деле достаточно смешанные чувства, потому что не хочется одного из вас потерять в ринге. Как закончится ваш бой, нокаутом, досрочно, или мы увидим все пять раундов и кислородное голодание Гаджи после боя? Как ты считаешь? Ну, всё зависит от Олега, сколько раз он будет, сколько раз он сможет встать. Ты был хотя бы в нокдауне? Ни один не устоял, и там люди не падали, и все в первый раз со мной упали. И мне тоже очень интересно, потому что он очень хорошие удары принимал. И мне тоже это интересно, выдержит он или нет. Я считаю, что в России, ну, мы это проверяли до травмы моей, что ходить, что я. Вот мы всех бьём в России. Я не знаю, кто ещё так бьёт. Олег, как ты считаешь, ты сможешь выстоять против нокдауна в Гаджи? Уверен, что да, конечно. А за счёт чего? Не, вот реально, давай поснимем. За счёт чего ты можешь выиграть Гаджи? И за счёт чего ты можешь выиграть Олега? Типа, что у тебя ветки вот эти здоровые? Ну, ветки. Вот, да. Ну, смотри, первый раунд я рассчитываю локтями бить, второй коленями и третий просто его забороть. Да, но мы же по кулачке. Ну, какая разница? Главное, победа. Я бы ещё, знаешь, что мне интересно проверить? Вот мы проверяли силу лоукика, проверили силу бокового. Думаешь, можно это проверить? На мешке тоже кто-то бьёт. Хороший боковой. Бам! Силу мертвы убрали, да, по-моему? Да, сила мертвы. Нет, ну мы отмерим, мы там нарисуем, что у Гаджи меньше, чем у Олега. Давай, давай. То больше Аджмандия, да? Да нет. Аджмандия. Аджмандия. Нет, серьёзно, у кого лучше боковой? У кого? Олег, ты как? То есть, давай тебе пробьём и ты скажешь. Давай, впресс! Я сразу говорю. Пресс! Сразу говорю про боджи. Давай, впресс. Нет, а я вот, нет, не интересно, да? Почему вы накидываетесь каждый раз на меня? Я только что твоему другу бой организовал. Нет, на самом деле, если я одену тебя жилет... Я с этого боя ни копейки не получу. Давай на тебе жилет оденим. Тут ситуация... Юля, жилет у нас есть, тренировочный. Мы оденем, и они билет засадят. Жилет невозможно пробить. Да. Я не знаю, реально. Никто не пробивает специально. Ты готов? Я не очкую. Я готов. Конечно. Как ты жилет, пробьешь. Я готов. Ай, как это нарезать? Да нет, вы что приказываетесь, что он... Да его никто не пробьет. Чего так держать? Опа. О, может, может. Да и надо его засугивать. Да, да. Как ты хочешь? У тебя ух... Больно было ему. Там еще перчатка. Да. Паспельс, напряги, что ты там? Да, бро, просто надо. Как меня работает каждый день по 10 человек держит там. Я просто взял, чтобы я просто понял, как это. Главное, напрягись, я тебе говорю. Не, гадись там сбоку, как он бегает. Как страшно, ребята. Стой, не двигайся. Вот и добазарился, да? Не надо, подожди. Да там внутренние органы. Ты подъезжай. Не беги. Зачем ты руку еще подставил? Я просто так качкую прям. Все, спокойно, стой. Реально сильно ударил? Конечно. Ты что думаешь? Кто его пробьет? Ни один человек его не пробьет. Не, дай ему сильно еще. Не хочу, я пальцем ударил с собой руку. Руку подставил. Здорово, братишка. Все делаем? Конечно, брат. Как ты будешь смену? О! Вот она, хорошо. На, братишка. До встречи. Неплохо было, неплохо. Олег, как это больно было. А то бесплатно. Я тебе еще раз говорю, нету такого человека, вот моего ребенка один пятилетний, никто не пробьет этот жилет. Нет, жилет нет, но очень больно. Да не будет больно, а что ты мне байки рассказываешь? Все, шуток. Николай, попробуйте. Чувствуете? Нет. Я тоже. Все веселое у нас утро, воскресенье. Парни, накануне состоялся турнир RCC Hard. Давайте его обсудим, интересно. Хадис, как тебе турнир, атмосфера, эмоции, карт? Главный бой как тебе? Главный бой очень хорош. Почему? Быстро? Ну, все равно, когда они в начале еще упали, я так посмотрю, уже думаю, обоюдно как бы. Я сейчас подумал, он же оказывается просто упал, да, подсказнулся? Нет, ты бы видел, там видели, какой был нокаут в главном бою? Там, в общем, получается, Мещеркин бил, тот сделал уклон, как в Матрице, есть вот это вот видео. Он делает вот такой уклон, понял, падает. Это не уклон, это шагом вправо, да. И вразрез он бьет левой рукой. Нет, я к тому, что ему же не попали. Ему же не попали. Да, 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 они попали. Вначале, как-то было, что они друг другу попали, да. А так, как кажется, ему не попали и досрочно закончился бой. Возможно, еще не было такого, да, я присутствовал лично на первом, вроде, турнире был стадион и где мага вел, да, вот это все. Шума было много, где Кратос весь вот такой вот, где дауд дрался своей командой, да, у него там главный бой был. Но все равно вот, может быть, я вот с этим сравниваю. Есть какой-то уровень, который я видел именно в RCC Hard, изначально, который они задали им. И вот я не скажу, что плохой турнир, но для меня средний. Гаджи, как тебе турнир? Какой бой можешь выделить, как один из самых интересных? Ну, здесь очень странная ситуация. Наше мнение с Хадисом разделились, такое редко бывает. Да, мы с ним ехали, он сказал, что до среднего. Я сказал, что хороший турнир, великолепный. Почему? Потому что… У меня контракт с Хадисом? Нет, контракт, дело не в этом. И у меня контракт на мои бои личные. Я только лично за себя буду отвечать, а не за турнир. Это ваша проблема, молодой человек. И поэтому, что касается турнира, у нас нокауты, нокдауны. Три боя, чтобы не обидеть ребят, выражусь шляпа. В моем понимании, сугубо лично мое мнение. А остальные девять боев великолепные на уровне. Олег, как тебе бои? Хочу выделить, конечно, свой главный бой – это Кашинского и Скобенко. И я, как и говорил тебе, Юр, что Скобенко разобьет его. Я, кстати, на Кашинского ставил, потому что по мне Кашинский мощнее боксер был. Да дело не в боксе. Самое интересное, то Олег-то отказался в Кашинске. Да, кстати, это не я отказался. Я даже не знал об этом. Ой-ой-ой! Нет, Николай, Николай, вот это не будет дальше. А от меня… Николай, что вы не даете? Это не я отказался? Нет, нет, нет. Николай, я хочу сейчас от вас гарантии, что он со мной выйдет. А какая гарантия может быть? Не доплату хотя. Куртку. Не, доплату не доплатить и есть. Не, на самом деле было по-другому. Когда я узнал про Кашинского, Макс сам принял решение. Как так вышло, что твой менеджер принимает решение без тебя и мы не видим главный бой против Кашинского? Потому что я нахожусь в команде, я не один, я не принимаю один решение. В прошлый раз, сейчас уже знаешь, я прочитал комментарии, на меня там что-то… Мне неприятные комментарии писали из-за прошлого круглого стола, где там ты говорил… Нам предложили бой, я из-за Гаджи сказал, что мы там… Как я сказал? Гаджи сказал, не надо его трогать и так далее. И они говорят, что я там что-то не захотел с тобой драться. Мне этот момент тоже не нравится очень. Не, ну если бы я это написал, я бы ответил, правильно? Не, знаешь, тебе не говорю, что к тебе претензий нет никаких, что… А тут, оказывается, ты сам от каких-то боюешься. И на Макса вали. Это было не так. Я думал, сижу, скажу, вот этот момент в прошлом, мне у тебя… Знаешь, бывает иногда даже меми есть, там, типа вот так ночью засыпаешь, типа, надо бы ему так сказать. Знаешь, знаешь, три года назад то, что было, где-то тебе что-то не понравилось. Надо бы ему вот так сказать. Я вот так думал, вот эти два дня, думаю, будет ли у нас интересно, надо ему сказать, все, готов я драться. Да, держите руку, смотрите, вот руку. Вот мой менеджер, вот он не лезет, вот я на бой не отказываюсь. Вот как у твоего менеджера. Защит Олега, могу сказать, что в принципе, правильно сделал, что отказался. Потому что Сакашинский не показал себя, ожидания были немножко другие. Хотелось увидеть, реально, второго боксера в деле, а… Памич отказался. Получилось нет. Памич отказался и список фотографий вот так вот. Честно сказать, я когда выражался с самого начала про три боя, я вот это имел в виду. Это вот второй бой, это вот этот бой… Каширский и Скобенко? Ну да, но это не бой, я не знаю, что такое. И бой… Марата где? Марата Саев? Да, я считаю три боя, которые, ну, не нужные бои, бои вообще. И второй бой, не в обиду ребятам тоже. Ну там молодежка. Там парни только пришли в этот бизнес, ты должен понимать, что… Не все, что приходит в этот бизнес. Не должен понимать, нет. Ну типа зритель не поймет. Как тебе турнир в целом и можешь ли ты вообще охарактеризовать его? То есть вот юбилейный пятый турнир, гран-при, много стердаунов, твои впечатления в целом? Ну, громко называть юбилейный я бы не стал. Я считаю, это хороший рядовой турнир, учитывая, что не было вот такого громкого какого-то федерального боя, который бы возглавил этот ивент. Столько замен, кто-то отказался. Это к Давиду. К Давиду отказался от боя. Мы перенесли этот поединок. Но на самом деле очень сильный карат. И как вот заметил даже Олег, мы подбираем реально профатлетов. То есть такого вы не увидите, что парень с улицы переехал, подорался, просто имея какой-то опыт в кулачке. Нам такое неинтересно. У нас минимум КМС. В основном мастера спорта. Если посмотрите там, тех ребят, которые бьются в гран-при. Ну, это реально прямо такие твердые, жесткие парни. Каждый имеет право биться за чемпионский бой. Поэтому турниром я доволен, учитывая, что без какого-то федерального поединка мы привлекли внимание. Даем дорогу молодым. Формируем свой ростер. Пару боев, да, конечно, это Марат Исаев разочаровал. По инсайдам могу сказать, что, я так понял, он вышел сломанной рукой на поединок. Но это его уже вина, что он принял такой бой. За него газового комментария. Я тоже не делал. Но бой, конечно, поломал этими наклонами головой. И бой не таким получился красочным, как хотелось. А Скобенко-Кашинский, ну, это у нас замена. За неделю ребята вышли. Поэтому то, что они показали и приняли бой за неделю, ну, уже респект. Как вам Белозерцев? Великолепно. Это мой фаворит. Мне вообще непонятно, как этот парень двигается по кулачке. Но он просто хорош. Видели? Он просто проигрывал. Там уже все. Там уже его повело, поплыло. С ним уже попрощались. Уже такси вызвали ему в отель. И он взял и выиграл. Я же вам говорил, он такой терпеливый, перетерпел. Дал шанс сопернику. Если честно, как он и сказал после боя, это его геймплан. Он хотел забрать бонус. И он это сделал. Нет, это шок. Но я могу даже больше добавить. То есть он не просто так получил этот бонус. Не только вот яркой победой. А то, что он принял бой. Он участие в гран-при. А его соперник не сделал вес. Причем не сделал почти 10 килограмм веса. 10 килограмм в кулачке. Вот в такой весе. И это гран-при. Если бы Николай отказался, он бы не пошел дальше и не смог бы попасть в финал. То есть он бы не набрал те баллы. Получается, что мы нашли человека, который тоже не отказывается. Николай Белозерцев. Да? Поэтому и он в полуфинале. Бой мечты. Расскажите про самый крутой бой мечты, который вы хотели бы провести вне зависимости от количества денег. Кто бы это был, почему и на этом карьеру можно было бы и закончить? Давай, Гаджи, с тебя. Мы же это с Николаем сегодня обсудили. Это победа над Фомичом, победа над Родригесом и победа над Асланом. И после этого я заканчиваю как раз контракт, он заканчивается и становлюсь зам директора у Николая Кременко. А ты, кстати, готов, Коля, такой пари сделать, что если Гаджи победит троих ребят? Нет, там еще было одно условие. Он должен Ганну выиграть. Не видать мне работы в заме. Нет, бой мечты. Реально с Ганну? Нет, я же перечислил те три боя, что я вижу, ну, типа, чтоб в облаках летать, вот три боя, где шансов у меня нету, и я хочу это провести. Хадис, бой мечты. Вот сейчас надо схвозь сделать, думал, прикинь, мне такой же прям какой-то бой. Джон Джонс, не знаю. Ну, это же так надо. Это даже как-то звучит, но не так. Это же человек ЮС и так далее, я здесь, мне все устраивает. И каждый год у меня цель, каждый даже день, быть лучше, чем вчера, и все. И выигрывать главные бои, чем больше выигрыши, тем лучше, пока что в последнее время. Получается радовать себя, свою аудиторию, всех близких победами. Хотелось бы. Уже в этом году есть протесты. Вот мне сказали сегодня Минаков, я его хочу выиграть. Человек билет, это чемпион Беллатера. Вот Фомич по кикбоксингу, на первые полгода два боя есть уже. А ты не боишься, вот, кстати, вот такой вопрос, ты не боишься улететь в нокаут или там проиграть? Вообще нет такого? Я в нокауте был. Нет переживаний таких? Да нет, конечно. Хочу поправить тебя, Юр. Как можно выходить на бой и бояться? Нет, нет, я сейчас объясню. Я понял, о чем он говорит, да? Типа нет, тут такая тема, что у меня психология чуть-чуть другая. Вот. Есть такой момент, что человек что-то себе позволяет больше. Я к боям, почему еще так легко соглашаюсь? Может в этом и проблема многих спортсменов, они как-то преувеличивают значение боев и относится к этому по-другому. Если мне человек что-то личное сказал, личное сделал мой адрес, я никогда с ним на бой не выйду, потому что в бою есть вероятность уйти, как ты гришь нокаут. То есть ты хочешь сказать, что ты со всеми на уважение всегда уходишь, нет незакрытых вопросов? Как-то можно прогреть, а пошутить туда, что если он мне что-то заделал, который для меня считается неприкосновенностью, в какие-то моменты я в бой никогда ему не дам в бой. Потому что тут ты даешь ему шанс выиграть, какие-то он же задел и что-то нокаутировал. Интересные мысли, кстати говоря. Я с ним буду по-другому уже по-своему, как бы это грубо не звучало, у меня свои подходы, свое видение всего. Из-за этого выйду с ним, например, я буду идти за победой, я буду рубиться, поэтому у меня получаются зрелищные бои, потому что я рублю, я рискую, я рублюсь, и у меня нет такого, что я тут аккуратно, что мне уйти нокаут. Нокаут, нокаут, суждено, приму поражение, поблагодарю Всевышнего за то, что он мне дает, и пойду даже тренироваться и стараться, чтобы все еще раз не улететь. Олег, бой о мечте. Не то, что мечты, а сейчас с определенной целью. Это Фомидь Гаджи, Фомидь Азбаров. Цели мои. Дорогие друзья, с вами был Хадис Ибрагимов, Олег Фомидь, Гаджи Автомат и наш глава Николай Клименко. Всем большое спасибо, всем добра и мира. Таким получился круглый стол. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, а мы с вами очень будем радовать вас всех красочными боями и очень хорошими новостями. Все, всем спасибо. До новых встреч.